Всем большой-большой привет! Сегодня мы будем готовить рататуй или овощное рагу. Рататуй это традициональное французское блюдо из средиземноморских овощей, тушенок на оливковом масле. Для приготовления нам понадобится 3 небольших кабачка, 3 луковицы, 1 большой баклажан, помидоры, болгарский перец, масло, специи, соль и сахар. Для начала очистим все овощи от кожуры. Обязательно очищаем помидоры. Также это можно сделать, обдав их кипятком. Овощи очищены, теперь приступаем к нарезке. Это очень важный момент в приготовлении рататуя. Почему? Потому что нужно обязательно нарезать все овощи примерно на одинаковые кусочки. Для чего это нужно? Для того, чтобы все овощи приготовились одновременно. Второй важный момент, который надо не забывать. После того, как мы нарежем овощи, мы будем их обжаривать в определенной очередности. Начиная с более твердых овощей и заканчивая менее твердыми. Все овощи порезаны кусочками примерно одинакового размера. И теперь приступаем к обжарке. Для обжарки нам нужно две сковороды. Одна из которых должна быть глубокая, чтобы все овощи в нее поместились. Также вы можете взять кастрюлю с антипригарным дном. Начинаем обжаривать сначала лук. В одной сковороде, значит, обжариваем, а в другой потом перекладываем овощи и тушим. Лук обжарили, перекладываем в сковороду, в которой будем тушить овощи. Затем приступаем к обжариванию перца. И таким образом поступаем со всеми овощами. За перцем, значит, идет кабачок. После кабачка обжариваем баклажаны. Помидоры мы добавим в самый последний момент. Обжаривать их не будем. Не забываем сковородку, в которой тушатся овощи, закрывать каждый раз плотно крышкой. И также она должна быть на очень маленьком-маленьком огне. Сковородка для обжаривания нам больше не понадобится. И мы все тщательно перемешиваем. Добавляем лавровый лист. Добавляем помидоры. Столовую ложку сахара. Солим и посыпаем специями по вкусу. Также ложим несколько зубчиков чеснока. Можно их нарезать, можно не нарезать. Плотно закрываем крышкой и оставляем тушиться на 30 минут на маленьком огне. Рататуй получился очень вкусный и ароматный. И подойдет как в качестве гарнира, так и как отдельное блюдо. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и абонируйтесь на мой канал. А я вам желаю всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok